Итак, вот прошёл, значит, получается, Under-Event. Under-Tail-Event переводится как «подхвостовые события». Ну, как вы знаете, у монстров под хвостами происходит много всяких событий, да, особенно на Ешечке. Но я на самом деле не смотрел, что там показывали вообще, просто смотрю свою ленту гейм-жёлто, да. И тут у нас есть две интересные новости. Первое — это то, что ТС UnderSwap выпустит следующую главу вроде бы в январе следующего года, то есть совсем скоро. Только мы пройдём сейчас эти две АУшки, как уже придётся приходить ещё и сразу же третью. И кроме того, Дельта Тривеллер Секция 3 уже вышла, и в неё можно уже играться. И, естественно, вы все её уже прошли, прямо пока я это говорю, потому что я это видео выложу только во вторник завтра. И, естественно, вы мне снова заполоните тут всё своими подсказочками, спойлерами и всем прочим. Поэтому я уже даже ничего интересного не жду, что называется. Но в любом случае, как я уже сказал, не нужно засирать мне комментарии. Вы там побежали толпой орать «Дельта Тривеллер, Секция 3 вышла, беги, снимай быстро, сволочь!» Зачем, блин? Если бы вы хотя бы смотрели мои грёбанные видео, вы могли бы услышать, что я сказал. Сначала проходим Undertale, Yiflow по пути пацифиста до конца, потом проходим Дельта Тривеллер по пути пацифиста, потом возвращаемся в Undertale, Yiflow, снимаем его по геноциду, и то же самое потом делаем здесь, вот, да. У меня есть план, и я его придерживаюсь. Кому я это всё объясняю, спрашивается. Ну да ладенько. Тут, правда, если сразу же выйдет ещё и ТС Underswap, то, возможно, придётся ещё его вклинивать. Ну, в общем, у нас получается целых несколько месяцев Undertale таким вот образом. Главное, чтобы я не забывал снимать другие игры, которые вы, естественно, не смотрите, но зато смотрят парочка моих других товарищей, поэтому ради них стоит постараться. Да. Ну и в Undertale мы, естественно, тоже постараемся, поднимаем сейчас всё это дело, и, собственно, вот, с новостями разобрались, ждём Дельта Тривеллер сразу же после прохождения, и Yiflow на пацифист, и теперь, собственно, возвращаемся в игру. И вот мы снова в игре, и у нас новая заставочка, я уже наиграл 300 минут. 300 минут это, получается, 5 часов. Чё я тут делал 5 часов, даже не знаю. Ну, не считая того, конечно, что я со всеми там триндел и так далее, одно хорошо, что хотя бы эта локация заброшена по умолчанию, по своей задумке, по сюжету. И я опять исполнился своим лицом прям ей в промежность. Просто замечательно, я херлая каждый раз с этих загрузок. Вот почему разработчики сделали нам всего двух напарников за игру, и они оба это высокие женщины, которые наприходятся нам своей промежностью прям по лицу. Каждый раз так. Зачем, разработчики, зачем вы провоцируете меня на похабные мысли, комментарии и фанатские рисуночки? Ай. Зачем? Потому что мне это нравится, чего уж лицемерить-то в конце концов. Я не из тех, которые «Эээ, осуждаю, нельзя, фу, плохо». Нет, мне это вполне нравится, поэтому будем тыкаться в нашу милфочку, сколько влезет, да. В нашу милфочку будем тыкаться, сколько влезет. Нужно научиться говорить, а то я уже захлёбываюсь от вожделения. Не-не. Так, чё я хотел сказать? Я хотел сказать, что в этой локации почти никого и не будет, это хорошо, наконец-то мне не нужно будет тут со всеми трендить без конца, как я трендил в предыдущих локациях, спасибо большое. И, наверное, городов здесь тоже уже не будет. Так, ну всё, всё, запускаем мусочку заново, и теперь поехали. Так, я уже говорил, с Керобой вроде бы, двигайся, Кловер. Да-да, Кловер, не стой на месте, двигайся, взад-вперёд, что называется, двигайся. И-и-и. Ну, сейчас будем двигаться, ну-ка. Мосты и гнилая инфраструктура не особо хорошо соединяются, так что берегись, береги себя, да. Ну, хорошо, хорошо, постараюсь не упасть в эту гламурную розовую жижку. Ой. Постой-ка, ещё один робот? Я никогда не уберу мусор, вы не сможете меня заставить. Нет пути, мы не можем сражаться с этой штукой. Что если Чу-Джин построил? Ты знаешь что, мы поговорим позже. Давай найдём мирное решение с ним. Я сделаю своё лучшее, чтобы оказать тебе защиту. Итак, Джан Дроид пытается свистеть к музыке. Так, это Дроид-уборщик, то есть это, по идее, мой коллега так-то, я же тоже уборщик. Ой, ну-ка проверим его. Так, Дроид-уборщик Ги-Гиена, это отсутствует в его словаре, короче. Я никогда не вынесу мусор. А, то есть он типа уборщик наоборот получается, он не убирает, он только загрязняет всё, да? Так, у нас получается новая физика, новая физика, при которой мы скользим. Так, атака как у Санса, но теперь более скользящая и опасная из-за инерции. Так, задать вопрос. Вы спрашиваете Джан Дроида, какая его главная директива? Очищать, я имею ввиду помогать всем бактериям захватить землю. Интересно, то он сам таким стал дефектом, или его так запракламировали, чтобы он всё загрязнял и не чистил? Забавно, конечно. Но опасно. Так, очистить. Вы предложили его почистить, похоже он оскорблён. Нет ты. Или нет тебя. И начинает засорять нас мусором. Э, ни хрена себе, конечно, мусор какой хитрый. Так, вот она, кажется, сейчас была защита, собственно, от Керобы. Нет, ты отвратителен, уходи. Он считает вас слишком гигиеном. Слишком гигиеном считает, а проанализировать, ну-ка. Вы смотрите на него и говорите, что ему нужен душ. Не подходи ближе! О, брызгалка, прикольно. Ну да, я сейчас увидел, в чём заключается защита Керобы. Похоже, она защитила нас от первого удара, как это было, собственно, в этом самом... В кусках-огрызках. Такой приёмчик дополнительный. Круто. 18 голды я выбил из этого робота. Всё, не можешь ничего сказать интересного. Хорошо. Так, сохраняемся и лечимся сразу же. А то птичек, конечно, у меня много, но я слишком жадный, чтобы их жрать, понимаете? Может быть, я их все дотащу до конца игры, кто знает. Так. Тут у нас тупичок. Ух, это тупичок. Ну, раз тупичок, то можно заняться другими делами, наверное. Реплика за меня опять пропустилась. П-п-п-пол, это лава, п-п-путешественники. Я извиняюсь, говорите, что я провалил игру уже давно, бззз. А д-д-д-данако вам не нужно этого делать. Я перенесу вас через озеро, бззз. Этот бот, похоже, не злобный. Это что-то новенькое? Я думаю, что это попробовать. Спасибо вам за ваше д-д-д-д-доверие. С моей помощью пол не будет лавой, он будет просто п-п-п-полом, да. Так, ты у нас профессор Квирилл от мира роботов-скатов, да? Допустим. Чувак, это место огромное. Вот бы она сказала что-нибудь ещё такое. Чувак, эта штука огромная. Ох, как ты её носишь в своих штанах. В смысле, про наш пистолет, конечно же. Я думаю, что правительство должно переработать все эти заброшенные вещи. Я слышал, что новый дом становится перенаселённым. Просто бросить часть жителей сюда или ещё что, и так всё решится сразу же. Ну, может быть, сначала нужно высосать озеро от этой грязной жидкости противной, смертельной. Да, ты у нас сможешь высосать, это точно. И у нас, и у кого-нибудь ещё. Новый дом. Эх, Чуджин, короче, любил трыдеть об этом месте. Это длинная история. Политика, креативные... Креативные креативности, ну ты знаешь. Я ничего не понял, что за креативные креативности. Давай уже делать прогресс, ага. Ну хорошо, хорошо, давай сейчас сделаем с тобой прогресс. Давай, проедемся. Присаживайся на меня, так сказать, и поехали. Так, начинается геймплейный элемент с покатушками, правда, они весьма ограниченные. Но, естественно, я уже сказал, что я это всё снимал в прошлый раз, мне пришлось переснимать тут, и я продолжаю сейчас переснимать эту самую 50-минутную серию. Вот мы сейчас нашли уточку в тупике. Я скажу, в каком моменте я остановился, и уже не знаю, что будет дальше. Пока что я всё, естественно, знаю, я опытный игрок, понимаете. Тут нам преграждает путь какой-то вонючий телевизор. Очень реалистично, конечно же. Так, можно было спуститься вон там, но тут всё равно есть спуск в одно и то же место с двух разных сторон, вот так вот. Спускаемся и здесь, и там в одно и то же место. Забавно, да. И странно, почему тут всё такое разваленное, спрашивается. Я понимаю, конечно, что тут жидкость страшная, но вот эти вот все стены и полы, это что, всё жидкость тела? Или это местные, что ли, так постарались? Или это роботы тут всё развалили? Хз. Тут у нас пустота. И имеется тупичок с интересным персонажиком. Тик-ток, тик-ток, мазафака! Нынешнее время 6.26, утро понедельника. Ну, кстати, сейчас реально утро понедельника. Вы заметили деревья яблонь снаружи стимлорксов? Они там расцветают сейчас? Это значит, что весна на нас уже нашла. В это время года мой создатель рекомендует пикничок устроить около реки, прямо на юге отсюда. Почему вы так озадачены? Мы не встречались раньше? Я дедушка часы подземелья. Это моя ответственность, держать стандартное время для всех монстров. Однако, я не могу перестать думать, что тут есть какая-то ошибка в вычислениях в моём тик-такане. Это просто меня злит. Я не чувствую, что шестерёнки работают в этих стенах. Хм, да, кажется, главные часы снаружи не работают. Инженер, наверное, скоро придёт и починит их. Не волнуйтесь, я продолжу поддерживать время. Тик-так, тик-так, мазафака. Так, собственно, один мудрый чел в комментах сделал мне такую хитрую подсказочку. Без его помощи я бы сразу не догадался, что тут нужно делать, потому что нам сейчас сказали не просто так. Возможно, что эти часы даже на что-то намекают, и часы, которые находятся снаружи, указывают стрелочками на что-то намекают. На то, что одна стрелочка находится вправо, тычет вправо и вниз. Возможно, это значит, что нужно пойти здесь вправо и вниз, и что-то потыкать. Что-то где-то произошло. Что-то уже произошло где-то. Да. Какой-то чел в комментах сказал мне, что когда тебе скажут неправильное время, то ты пойди направо и вниз, и что-то там найди. Я, как видите, нашел, да, без его помощи я бы не смог это найти. Так что спасибо большое тебе, чел, за такую хорошую подсказку, и без дурацких спойлеров, что я там найду. Это именно так и нужно подсказывать, собственно. Подсказать, что находится, вернее, подсказать, где находится, но не говорить, что находится. Да, чуть сам себе не начал противоречить. Ну, допустим. Так, в любом случае, теперь я знаю, что это за секрет, и я знаю, куда он нас приведет. Поэтому здесь можно, в принципе, не задерживаться. Так, однако, тут имеется парочка тупиков, еще кажется. Стульчик. Почему стульчик уцелел, интересно, а стены разваленные? Так, на самой верхней бумаге есть письмо, написанное вручную. Королю Асгору. Этот проект, хоть и взбудораживающий, но будет так и весьма сложным. Нам понадобится майнинг ко, чтобы они работали сверхурочно, чтобы у нас были нужные материалы. И более того, была проведена встреча на фабрике. Я счастлив сообщить, что все на борту, что называется. Тут уже столько всяких прекрасных идей для роботов, летающих вокруг нас. Роботы для готовки, для очистки, для рекреации. Рекреации, чё, тип, для размножения, получается? Я не против бы таких роботов, конечно, попробовать. Так, мотивация, короче, пробивает крышу. Но, впрочем, один инженер посоветовал, чтобы мы подумали о роботе для защиты, да? Я не уверен насчёт этого предложения, но именно вы скажете последнее слово. В любом случае, мы это всё постараемся сделать. Профессор Зи. Угу. Дайте угадаю, тот самый защитный бот, по которому здесь пишут, это тот самый, с которым мы встречались в прошлой серии, который там какой-то мудень атаковавший нас и сбросивший нас сквозь пол. Вы нашли 60 рублей в помойке. Кто вообще бросает деньги в помойку? Сказал я после всех этих игр, где тоже бросают деньги в помойку, ага. Прям как у всяких там биошоках, фоллаутах и так далее. Да это постоянно встречается. То деньги, то всякие вкусные вещи. Так что, ещё нового в этом нету, конечно. Ой, нужно не забыть трендейский робот, конечно же. Чуть не забыл, блин, ё-моё. Так, ну как я робот, что скажешь. Я слышала о том, что можно на ком-нибудь кататься, чтобы пройти дальше, но... Да, это странно. Ну ясенько, ты у нас не любишь кататься. А, снова, да? Но лучше с этим разобраться. Смотри под ноги. Так. Я знаю, что тебе хватит скиллов для этой маленькой задачи. Вперёд. Да. Куда ты пошёл, мать твою? Теперь она уже злится о нас. Ух. Когда такая большая, горячая женщина о нас злится, она может нас ещё и придушить, схватить так за горлышко и эротично сжать. Ух, жизнь, правда. Да, что-то хотим сказать по поводу этого ската. Да, если она не любит кататься на скотах, то может захочет покататься на мне, что называется. Ни-хи-хи. Ай, блин. Но сегодня первая серия за день, поэтому прошу прощения, что я так захлёбываюсь от вожделения. Хотя, почему я извиняюсь, опять-таки, перед кем? Перед детишками, что ли? Мой канал не для детишек так-то, а если вы детишки, то я вам не завидую. Хе-хе-хе. И оправдываться не обязан. Хочу и пошлю, сколько захочется. Потому что у меня на канале прямо написано, что канал не для детей, на нём нет детского контента. Есть такая опция, Ютуб заставляет её выбрать так-то. Обязательно. Поэтому, так сказать, я защищён. От любых нападок. Так, ничего нового. Нажимаем большую красную кнопку, и она стала большой зелёной кнопкой. Ну, хорошо, что всё не взорвалось к ренам. А просто сработало именно то, что нам нужно. Круто. Всегда бы так, правда. Всегда бы так было просто, правда? Так прошёл сквозь неё, казуально. Типа я прошёл у неё под юбкой, получается, или типа того. Ой, каждый раз хереваю с этого. Зачем такие высокие персонажи? Они, блин, смотрятся слишком гигантичными. Нужно было их ужать, что ли? Андайн тоже была высокая, но не настолько гигантская, в конце концов. Ой, жесть. Там какая-то шестёрка внизу, что ли, крутится. Ну, хрен с ней. Так, ну-ка, чё, теперь скажешь подружечкам, пока я с тобой не забыл поговорить вот здесь вот. Нет, здесь она ничего не говорит, к сожалению. Так. Так. Открылся проход где-то на севере, вроде бы, если я ничего не путаю. Ну, хорошо, что здесь всё более-менее линейно, поэтому не запутаешься. Ну-ка. Давай двигаться уже, ага. А, понятно, всё ещё хочет, чтобы мы прогрессировали вместе с ней. Она хочет, чтобы мы двигались. Я прям вспоминаю, как в покемон Мистери Данжен наш партнёр постоянно говорил «Давай двигаться, давай двигаться, давай двигаться, давай двигаться, давай двигаться!» И мы с ней всё время двигались, 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 зад, вперёд, туда и сюда. И спали вместе в том числе. Да уж, это было весело, здоровские времена. Так, вот сюда мне нужно. Прошли под этими эмфалическими объектами, это здорово, конечно. Так, можно ещё пойти куда-то в другие стороны. Давайте посмотрим, что у нас тут имеется. И тут имеется. Ни хрена тут проходов, конечно, просто жесть. Так, двигаться по всему этому мусору таки сложно, потому что просто лабиринт сплошной, да? Хоть это и не намерено, но монстры, похоже, оставляют пазлы позади себя постоянно. То есть они просто срут пазлами, да, получается? Ну, ясненько всё с вами. Так, а это что за укуренный бот? Ах, нет ничего лучше, чем Боба Супф и в Steam Wars, чтобы наполнить движок. Что? Не делайте вид, что вы об этом не слышали. Вы знали, что люди тоже работают с помощью жидкости? Она называется кровь. Похоже, что она на вкус не очень, что типа вообще позорно. Я бы позволил тебе попробовать эту штуку, но она совершенно ядовитая для нероботов. Откуда я это знаю? Я не знаю. Я просто хочу отказать вам в том, чтобы вы жрали всю моё сладкое-сладкое озеро, короче. Ям-ням. Ну вот, ещё один дружественный бот. Хотя он такой недружественный, что я бы вообще с радостью спнул бы хорошенько так... ...его, и он полетел бы в своё вонющее озеро. Говнюк такой жадный, не даёт нам бухнуть своего гламурного Ка-морозового. При том, что он не его, конечно, он когда ещё произведён тут. Так, ну всё, поехали-поехали. Да, тут какая-то шахта вентиляции. И вот здесь, кажется, открывается шахта вентиляции, которую мы сейчас открыли с помощью секрета около часов. И вот здесь, собственно, я освоил децплей и остановил, потому что я заметил, что тут имеется опция трендить с сиробой всё это время. Да уж. Поэтому что будет дальше, я пока что не знаю. Ну, вернее, я знаю, куда мы сейчас войдём, а вот что будет после этого, уже не знаю. Ты куда уходил, мать твою? Как будто я моргнула и тебя потеряла. Ну, эээ, больше не делай этого. Да? А давай я это сделаю. Ты куда уходил, то же самое. А, понятно. Ну, пускай, короче, стоит. Вот у нас тут имеется сейф, явно не просто так. Вопросики, прям как они у были в тюрьме у Джевела. И четыре пьедестала. Вот, всё, здесь я остановился во время первого летсплея. Ну-ка. Красивый цветок, сделанный из золота. К сожалению, он прилип к пьедесталу. Эх, поэтому мы уже не узнаем, какие у него интересные свойства имеются особенные. Такс, ну хорошо. Вполне очевидно, конечно, что сюда нужно поставить все наши золотые предметики. Что, естественно, вы мне проспойлерили миллиард раз. Что это нужно сделать, ведь я сам бы не догадался, конечно же, ни за что. Так. Похоже, что-то тут должно находиться. Ну, ставим всё это говнище. В противопорядок, я так понимаю, не имеет значения, скорее всего. И только кофе пеет красивую анимацию. Ну всё, поставили. Тут какие-то флаги по бокам висят. Флаги и иллюминатов, судя по этим треугольничкам, да? Так, запитали всё силой золотых жидкостей, что называется. Так, не дадут сохраниться ещё разок, чтобы я не ставил всё это верну заново. Потому что я не сомневаюсь, что то, что ждёт меня впереди, скорее всего, меня пару раз убьёт. Ой. Вы заметили, что у вас атакуют микрофрагид? Шо, опять? Допустим. Те же самые тексты пока что. Квак. Ага, понятненько. Вот сейчас будет что-то новенькое. И что я пока что ещё не видел? Ну, видимо, какой-то мегафрагид вылезает. Да, это было очевидно вполне. Ну что ж, поехали. Настоящий финальный босс фрагидов. Просто увеличенный спрайт обычного фрагида. Макрофрагид нависает над вами. Или правит, точнее. Проверить. Макрофрагид – большая лягуча. Макрокурак. Музыка весёлая, конечно. Но, понятное дело, что всё несерьёзно совершенно, поэтому даже нет смысла особого тут замолкать. Так, макрофрагид прыгает, сотрясая всю комнату. И, естественно, наша подруга ничего с вами сделать не может. Она нас не слышит, она нас потеряла. Фрога. Фрога. Большой квак, смайлик смешной. О, сейчас фрогер начнётся. Да, 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 фрогер, фрогер. Ну, типа того, да. Старый добрый фрогер, где нужно переводить лягушку через дорогу, её постоянно раздавливают. А вот и лягушки поехали. А, походу, нужно было её поймать сейчас, кажется, да. Ваша голова крутится. Фрога? Макроквак. Ну да, похоже, это будет очень нелёгкая битва. Четыре хп у нас каждый раз отжирают, несмотря на всю нашу защиту охренительную. Ой, жесть. Если бы награда была хорошая, квак. Давайте ещё квак. Квак. Фрог, лягушка. Макроточки. Так, сейчас постараемся её поймать. Она, похоже, была зелёная не просто так всё-таки. Так, нас ещё и дым вроде бы повреждает. Ой, жесть, жесть какая-то. Страшный, опасный босс. Всё, поймал. Ага, я должен поймать пять штук, видимо, или типа того. Песец, конечно. Так, чё получается? Съедаем дрочное мясо. Вы обожрали дрочное мясо. Ваш хп было максимально высосано. Вернее, вылечено. Ой, капец. Вот сейчас я с этой битвой, конечно, пожалею, что я не захотел пройти к у него там джавила. А не это вот адское мучение, короче. Макроточки и так далее. Я так понимаю, он ещё и рандомно призывает свою атаку машинок, поэтому у меня ещё и выбора нету. А, нет, есть всё-таки у меня выбор. Дух атак тоже имеется зелёные лягушки. Круто, круто. Так, ещё разок давайте, фрук. Квак. Так, снова пошли эти самые мухи из Айзека, но теперь они ещё и друг с другом стреляют постоянно. Песец какой-то. Ужас, поощадите, пожалуйста. Нет. О, нет. Так, он над вами нависает, над тем тоже нависает. Выпили зелёный чай на вкус токсичного. Токсичное? Тут всё токсичное, тут всё зелёное, поехавшее. Так, лягушка, спасибо. Ещё две лягушки осталось. Ой, ужас, ужас, ужас. Нет, конечно, если я заткнусь, то я начну получать меньше урона, но сами понимаете, как можно заткнуться в такой битве, тем более, когда над нами нависает страшная лягушка и постоянно квакает на нас. Квак, выпили морской чай, скорость повысилась, 10 кп. Вубл, вубл. Ёш, твою медь, всё сразу же, и то, и другое, и третье. По крайней мере, я не зря все свои аптечки копил, я копил их специально для этого момента, я как будто знал, что это всё начнётся. Так, пощада, гигантские шумы лягушки, или шумы гигантской лягушки и так далее. Так, ай, блин, нас тут повреждает, тут тут повреждает, нас всё повреждает напрочь, я уже не знаю, на что и смотреть-то здесь, блин. Но это просто песец, тут буквально всё тебя повреждает. Ой, капец. Сложная битва, сложная, поэтому придётся, видимо, сосредоточиться. Давайте ещё раз у окажется такое дело. Так, продолжаем выживать, что ж. Теперь у нас нападает страшная лягушка Крис, видимо, с щитом и мечом. Ужас просто жёстко нас потрошит. Это, конечно, здорово, что здесь столько классных уникальных атак. Так, только эту секретку без подсказки уникнадёшь, конечно, поэтому, по идее, разработчики и зря старались, мало кто вообще увидит эту битву, возможно. Хотя, с другой стороны, раз мне про неё проспойлерили миллиард раз, наверное, её видели уже все, кроме меня. Так, теперь это уже пошёл какой-то мега-трансформер лягушечный. А, видимо, нужно его... ударить его собственными атаками, типа того. Это сработало. Лягушка получена. Фух. На последнем вздыхании, сожрав все четыре аптечки, имеющихся у меня, я смог его победить кое-как. И теперь ничего не изменилось. Круто, правда? Ой. Взволнованное кваканье. Сейчас появится ещё один мега-босс. Ну, кажется, да. Сейчас появится лягушка Гика Чад. А у меня не осталось аптечек. Мега-квак! Пуф. Всё поломалось. Т. Финальный. Финальный. Финальная лягушка. Время коллекции. Управления у меня нет, всё играется за меня. Ну давайте. Я не понимаю, к чему это, конечно, всё, но... Забавно, наверное. Типа есть финальный фургит, а это финальный финальный фургит. Ну вы поняли, наверное. Потому что я особо не понял. Кловер? Ты окау? Ты что, сдох или ещё что? Эй, мы можем отдохнуть скоро, ладно? Это было странно. Так, вот она наша награда. Большой вкусный сундук. Открыли таистный сундук и... И в вашей голове заиграла эпическая мелодия. Вы нашли золотую бандану. Давайте. Золотую бандану. Ну-ка, что она делает? Золотая бандана, броня защиты 12. Самая ошеломляющая вещь. Самая ошеломляющая... Самый ошеломляющий кусок ткани, который вы когда-либо видели. Вот. С 50-го раза могу это перевести. Ну-ка. Вы завязали блестящую бандану около своей шеи. Вы чувствуете так, будто вы сейчас сможете с чем угодно справиться. Ну, понятное дело, броня аж на 4 выше. Теперь можно уже, собственно, и финальных боссов всех мочить. Хотя, чё-то мне подсказывает, что на геноциде у меня уже не будет такой классной вещи. Так, и кроме того я просал, блин, свои классные аптечки. Ладно, возьму пока что-то с собой порох и буду жрать его, наверное. Ням-ням-ням. Вы сожрали, положили порох в свой рот и чуть не вздохнулись насмерть. ХП стало максимальным. Но это сработало, здорово же, правда. Так что теперь всё, можно расслабиться и двигаться наконец-то отсюда. На уж. Ну, это, конечно, не броня Тэми, но... Файн ту, как говорится, я думаю. Так, сейчас бы главное не пойти случайно по сюжету, потому что я не хочу идти по сюжету. Мне уж сначала пойти не по сюжету. Чёрт, я пошёл по сюжету, ну естественно. Бам! Это ваш мальчик Мо! Как я сюда попал? Я, у меня есть имеются контакты, ясно? У меня есть глаза по всему подземелью. Но хватит уже трендить, сейчас время бизнеса. Как вы знаете, я всё время тут бегаю и ищу следующую большую вещь. Ага, ага. При этом я сюда собирался прийти и заметил... Целую кучу светящихся растений на стене. Первая мысль, которая у меня возникла в голове, попробовать их на вкус. Я скажу вам то, что эта штука меня ударила просто бешено. С... эм... Самая лучшая хир, которую сможете прочувствовать, это правда. Эм, у тебя тут что-то... Я ещё не закончил болтать, мисс. Это важно. Но... Как я и говорил, растения... Больше как плист... Блин, опять игра слов. Я даже их смог превратить в... Что-то съедобное, по крайней мере, на вид. Пдув. Классно выглядит без шляпы. Такой пуфистый. Так... Визуальная приятность, это половина битвы, я говорю. О, сейчас он разденется полностью. Давай, давай, мне это нравится. Так... Никто не будет покупать продукт, который выглядит уродливо, правда? Пдув. Потирал всю свою одежду уже почти что. Но вы знаете... Вернее, ты попробуешь, я это знаю. Старый Мо может всё время рассчитывать на твой бизнес. Пдув. Ты Окау? Лучше, чем когда-либо ещё. Ха-ха. А... Итак, где моя стойка? Вернее, мой стенд. Растения! Покупайте растения! Пдув. Вау. Ну, похоже, он вылетел из бизнеса. Я... Эм... У меня тут несколько продуктов осталось в моём кармане. Не уходите пока что. И так, вот что у меня имеется. Ну-ка, салат из мха. Какая-то похлёбка из цвета и... Эм... Короче, зажаренная травка, видимо. Ну-ка, травяной салат попробуйте. Так, салат из мха. Попробуйте, да. Ну-ка, я всё ещё открыт для бизнеса. Акапулярная вещь, чтобы продать ещё, но я уже всё продал. Ну-ка, травяные фрайс. И последняя. Флауэрхю. Всё, мы тебя всё выкупили. Я не самый... Этот самый приземлённый тип, но спасибо. Знаешь, за то, что поддерживал меня так много раз. Ты опустошал мой инвентар каждый раз, когда мы пересекались с тобой. У меня были финансовые проблемы, если честно. Но из-за тебя и небольшой удачи, наверное, я теперь смогу это всё оставить позади. Да, я так и думал, что мы сможем ему помочь, если будем всё покупать. Ты хорошо справился, парень. Увидимся позже. И сейчас плюхнется в воду. Не, у него есть свой личный скат. Мо валит. И уплыл. Но ничего, прикольный енотик. Возможно, в четвёртый раз он ещё и рубашечку снимет. Хе-хе-хе. В прошлый раз он сорвал себе рукава, потом он сорвал всю остальную одежду, и теперь уже почти раздели его до гола. Осталось только дождаться, когда на Ешке это произойдёт. Не-хе-хе. Похоже, что это тупик. Наверное, лучше пойти на запад. Хм. Случайная рифма. Клёво. Но у меня эта рифма не получилась, увы. Так. Что он там нам дал за вещи? Так. Салат из мхаси. Нац хп. Похоже, что он может быть из другого мира. Грасси фрайс. 14 хп. Куча тонких полосочек с глазурью сверху, типа того. Так. Похлёбка из цветов. 20 хп. Чашечка ароматной бодяги с цветочным гарниром. Хм. Неплохо, неплохо. Она как раз восполнила те аптечки, которые я сейчас профукал в битве с этой гробанной лягушкой. Поэтому. Всё не зря получается. Так. Ну. Поехали, поехали. Серия всё равно идёт плохо, конечно. Но я уже не буду переснимать в этот раз. Потому что в этот раз я ничего не упустил. К счастью. Вы достигли своей цели. Спасибо за помощь. Давай двигаться дальше, Кловер. Если вам нужна ещё одна п-п-п-катушка, я просто буду здесь. Классη ganze hace две и брайкой. Это просто говорим ой. Класс персонажа. Спасибо, короче. Я не буду против, если собираешься проходиться ещё раз по этому скату. Но. Не могу сказать, что мне это понравилось. Ну ты знаешь. Потому-что тут совсем рядом возможность сгореть заживо в этом гробанном соке с метающимся. и не таками. Но знаешь, сгореть заживо можно ещё и в других смыслах, может сгореть заживо ещё и от любви, э-э-э. Так, смыть, повторить. А можно свалить просто? Можно, спасибо большое. Неохота смывать, повторяйтесь, если честно, всё это дело. Мы уже на них насмотрелись, давайте нам новых врагов, пожалуйста. Правда, у них ещё есть уникальные атаки, по идее, потому что они же там вдвоём нападают. И в целом врагов здесь довольно мало, в этом участке, как НПС тоже. Так, тихо, потрудить. Не о чем пока что. Ну, поехали. Снова начинается зловещая часть. Всё красиво светится, но всё-таки. Аксис, конечно, проблема, но я рада, что Чуджин смог преуспеть в инженерии. Я не сомневаюсь, что он унаследовал такое искусство своего отца. Проблема в том, что его отец на самом-то деле не особо любил инновации. Большие расширения Асгора и его задумка этой фабрики. Давайте просто скажем, что была проблема между семьями. Однако Чуджин был другим. Увидел пользу прогресса, даже если есть фриксы. Но всё-таки он никогда не отбрасывал своё наследие и то, насколько много оно значило. Самая лучшая от обоих миров... Эй, эм... У тебя нет родных? Ну, ты знаешь, на поверхности... Они, наверное, волнуются уже, верно? Ну, в смысле... Я в той же лодке, так что... Слишком лично, прости. Просто думаю вслух. Ой, я даже не успел ничего прокомментировать. Снова появляется этот бот. Невероятно интересный персонаж, конечно. Так, замеченные преступники. Сбежавшие из Тимвокс офисы. О нет, беги! Мау, серьёзно что ли? Нам нужно реально от него убегать, как в Батл Толассе. Вспоминаю, был такой уровень с побегом от катящейся нами... Эм... Круглая шту... Круглая штуковина. Стоять! Вы идёте со мной. О, но я поймал всё-таки. Оставайся здесь, пока я достану девушку с хвостиком. Вернее, высокую девушку. Хотя, может быть, и с хвостиком. И сзади, и спереди. Может быть, у неё есть хвостик, кто знает. Не трогай ничего. Так, ну короче, это было всё по сюжету, понятно. Она свалила, а я не смог. О, я нашёл выход. Эээ, подождите, я не хотел туда идти. Я хотел сначала всё исследовать. Почему она вообще от него убегает? Она же, блин, такая здоровенная, что может, по идее, его просто скрутить своей тушей или ещё что-нибудь. О, кстати, от него реально можно убегать, получается. Интересно, и как долго? И будет ли в этом какой-нибудь успех, или он всё равно нас обречён догнать, так или иначе, со временем? Вроде бы мы немножечко отрываемся по чуть-чуть, и я до чего-то могу даже добежать теоретически. А, блин, поймали всё равно. Так, ты кончаешь со мной, говорит он, и поймал. Несколько бумажек разбросаны по столу. Похоже, что незаконченное предложение установить камеру безопасности. Вот видите, не зря всё-таки я смотрел тут всё. Так, то же самое. Так, очень высокосостязательная игра. Шахмат тут была проиграна. Так, тут у нас всякие зарисовки и... Да, зарисовочки, скетчики. На удивление, высокого качества лежат на столе. Хотели бы вы так хорошо рисовать? Блин, жизненно. А здесь просто всё засрано. Мумифицировавшиеся остатки брошенной пиццовой вечеринки. Даже у вас не хватит храбрости, попробуйте сожрать. Серьёзно, что ли, это у меня-то, у души справедливости, не хватит храбрости на что-то. Что за бред? Так, эта станция безопасности была бы полезна, чтобы отслеживать движущихся роботов, если бы тут были камеры в Steamworks. Это станция безопасности, полезно, то же самое, если бы тут были камеры. Так, портативный раздаччик охладителя. Полезно. Мусорка. Вы увидели мою жену? Хм, твоя жена, наверное, у этого самого удалого, да? Так, правило комнаты для передышки. Не работайте в комнате для передышки. Не чините в комнате для передышки. Прикольно, даже в бумажке есть описание. А у вентиляции нету описания или ещё чего-нибудь. Тут всё заперто. Хм. У тебя есть способность кооперировать? Или ты играешься со мной специально? Так или иначе, я начинаю тебя ненавидеть. А, интересно, если от него три раза не убежать, то возможно, что это самое... Он перестанет за нами гоняться, как папирус, просто позволит нам, собственно, это самое, перестать. Давайте проверим. Теперь есть способность кооперироваться. Нет, похоже, всё-таки нельзя. Вариативности нет, я это выяснил сам. Да, хорошо. Большое спасибо за подсказочку. Так. Ну, поехали. Да в Баттл Туарс на Сеге это всё равно было сложнее сделать, знаете ли. Вот так же убегать по таким вот коридорам. Сначала от крысы бегать ещё на перегонки с бомбой, потом от круглой штуки вот так же убегать, которая пытается задавить. Ой, просто жесть. Вообще место интересное, да? В кои-то веки такая вот проработанная, красивая локация. Куча всяких предметов для интерактивности, для исследования. Но нет, нет, нужно убегать, и скорее всего мы это всё уже не увидим. Я даже не смогу успеть рассмотреть, что что-то имеется вообще. На, мне кажется, или робот вообще перестал заодно гоняться? Он, кажется, устал, такое ощущение, что нет, он всё-таки бежит ещё кое-как. Ладненько, ладненько, бежим дальше. Но, скорее всего, у него реально скорость понизилась. Пдум. Кловер, замки! Следуй за мной. Вернее, не замки, а шкафчики. Так, давай, метатон, очухивайся. Метатон, блин, два. Или, скорее, ноль-два. Как? Каком кверху. Фух, фух. Этот парень так означает бизнес. Мой муж был бы гробанным инженером, мать его. Мне просто интересно, почему он всё это держал от меня в секрете. Он мог бы мне оставить какие-нибудь подсказки, вернее, переключатель для выключения, да? Робот. Я чуть не забыл про наш план. Мух, прости. В следующий раз к тому увидим Аксиса, мы попробуем его точно. Попробуем его обязательно, но сначала давайте-ка побежим назад и посмотрим, если тут интерактивные предметы какие-нибудь, то всё-таки можно бежать, оказывается, назад. Ладно, здорово, здорово, мне, по идее, не запрещают. Ну-ка. Хоть Аксис это проблема, я рада, что чужин смог приуспеть в инженерии. Так, тут то же самое пошло. А, ну да, я всё это просто пропустил, пока переходил. Всё, закончилось. Тут заперто, тут ничего интересного. Так. Какой-то здоровенный офис. Там у нас имеется какой-то разломанный компьютер. Верняка характеристики поинтереснее, чем у моего, да? Здорово, здорово. Смотрите, особо-то не на что на самом-то деле. Эх, обломчик. То есть бежать назад по идее можно, но зачем? Тут ничего нету. Мне показалось, что здесь столько всего интересного. А тут просто пустые коридорчики. Но всё равно пора уже заканчивать серию, поэтому какая уже разница. Так, ничего, ничего, ничего. Ну что ж, за эту серию, по крайней мере, мы смогли уйти дальше, чем я ушёл за предыдущие 50 минут, пока снимал это всё дело. И это хорошо. Мы общались с нашей геробочкой, мы узнали всё, что только можно о ней и о себе, наверное. Но, естественно, это ещё не конец. Тем более, что раз у неё есть волшебная палка, то, по идее, однажды она её должна пустить в ход. Это же ружьё Чехова, в конце концов. Ну, правда, возможно, что она ноги на заде будет с нами драться. А может и нет. Хз пока что. Так, но в любом случае нужно как раз остановиться в таком хорошем месте с хорошей музычкой, отдохнуть и дальше уже снимать, собственно, так, в более быстром темпе, а то что-то, конечно, совсем плохо. Но первую серию за день всегда тяжело снимать, понимаете? Всё время тупишь тут, захлёбываешься и так далее, не потому что прям тебе хочется, а потому что ты такой вот неразработанный ещё с утра. Поэтому будем разрабатывать себя и будем разрабатывать нашу милпочку, естественно, по всеми возможными средствами, что называется. И-и-и. Давайте пока что отдохнём и скоро продолжим.